Приветствую дорогие мои! Сегодняшнее видео посвящено вопросу Дениса Черненко, который оставил ее в комментарии к моему прошлому видео. Денис спрашивает, можно ли поподробнее про предаточную часть? Конечно можно, Денис! Для начала немного теории. У нас есть простые предложения, которые состоят из одного подлежащего и одного сказуемого. Например, U подлежащая дан сказуемо. И есть сложные предложения, в которых подлежащих сказуемых больше, но обычно по два. Например, when he wakes, I will have saved his life. Это сложное предложение состоит из двух простых. He wakes и I will have saved. В таких предложениях обычно есть основная часть или главная и предаточная. Определить какая из частей предаточная довольно просто. Если мы уберем предаточную часть, то предложение по-прежнему будет передавать какую-то идею. Например, если мы уберем when he wakes, то предложение по-прежнему будет переводиться как я уже спасу его. Если же мы уберем основную часть и оставим только предаточную, то предложение будет явно не закончено. Когда он проснется... Теперь, что касается согласования времен в будущем времени. Правило звучит так. Если основная часть предложения стоит во времени future, то предаточная часть должна стоять во времени present. На этом же примере он проснется, это естественно будущее время, но так как оно стоит в предаточной части предложения, то оно стоит во времени present simple, а не во времени future simple, как я уже говорил в предыдущем видео. Рассмотрим другой пример. Представь, как он наградит меня, когда узнает. Наградит и узнает это оба будущее время. Но так как, когда он узнает, это явно предаточная часть, то она стоит опять-таки во времени present. На сегодня все. Рассказывайте обо мне всем, кого вы знаете. Если вы хотите попасть в видео, как Денис, обязательно пишите в комментарии. Детерминизм.